Проезд Прибрежный, Слободской или Новофинский. Три названия для участка малоэтажной застройки в поэмерики Сатис предложила комиссия по наименованию городских улиц на обсуждение депутатам. Напомним, этот вопрос подняли на прошлой неделе. Тогда на заседании Думского комитета вынесли только одно название – Слободской, которое не понравилось никому из народных избранников. Комиссия собралась еще раз. По каждому варианту членами комиссии проводилось голосование, рассматривались как положительные стороны, так и отрицательные стороны. И в конечном итоге было принято следующее решение – направить на рассмотрение в городскую думу города Сарова три варианта наименования внутриквартальному проезду от продолжения улицы Академика Негина до улицы Садовой в соответствии со следующей приоритетной очередной. Первый – проезд Прибрежный, второй – проезд Слободской и третий – проезд Новофимский. Были и другие названия – Песочный, Нижний, Камчатский, Береговой, Удачный, Юбилейный. Также предлагали назвать проезд по именам ученых-академиков – Зельдовичев, Лерова, Щелкина. По мнению всех членов комиссии, меня как председателя, мы считаем, что проезду присваивать имя великих ученых, академиков, ну согласитесь, не совсем правильно. Здесь должна быть как минимум улица, а лучше проспект. И я думаю, что у нас с вами еще будет такая возможность с учетом перспективного развития города. Вопрос вынесли на заседание Городской думы 10 сентября. Там путем рейтингового голосования депутаты и решат, как будет называться проезд. Еще один вопрос, который затронули народные избранники, касался приводизации муниципального унитарного предприятия «Телерадиовещание». Реорганизация его в акционерное общество – необходимость, обусловленная 485-м федеральным законом. Государственные и муниципальные предприятия, которые созданы до вступления в силу данного закона и осуществляют свою деятельность на товарных рынках, которые находятся в условиях конкуренции, подлежат либо ликвидации, либо реорганизации до 1 января 2025 года. Вопрос единогласно вынесли на ближайшую сессию 10 сентября.